Но если где-то ради реконструкции проезжей части вырубают деревья, то на улице Фучика снесли целый дом. О том, для чего именно разрушили старое здание прямо сейчас. Со стороны дороги то, что здесь активно работает строительная техника, и незаметно до главного фасада ковш эскаватора пока не добрался. Однако через неделю от строения 61-го года постройки ничего не останется. Дом по адресу улицы Фучика 44 сначала был жилым, затем там разместили медвытрезвитель, его закрыли в 2011 году. Так что ничьих интересов сносом дома не нарушат. Снос нежилого дома по улице Фучика номер 44 означает начало подготовительных работ по строительству путепровода по улице Фучика на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого. Сейчас это одно из самых узких мест по пропускной способности транспортных потоков. И именно для улучшения пропускной способности транспортных потоков предусматривается строительство двухуровневого путепровода. Проект двухуровневой транспортной развязки, который разработал граждан проект, уже прошел экспертизу. Кстати, чтобы осуществить проект снесут еще более трех десятков домов. В отличие от данного дома, они жилые, на расселение людей потребуется время и порядка 800 миллионов рублей. С учетом всех подобных нюансов завершить строительство развязки планируют 550-летие города, то есть 2019 году.